Здравствуйте, Михаил Петрович. Здравствуйте. Михаил Петрович, вот как раз-таки сегодня празднуется День охраны окружающей среды. Скажите, вот Гомельская областная инспекция, с какими достижениями, с какими итогами она подошла к этой дате? В целом можно сказать, что мы фиксируем по сравнению с прошлыми годами, в этом году снижение некоторое порядка на 30% по сравнению с прошлым годом. У нас уменьшилось количество выявляемых нарушений. Мы считаем, что в этом есть, помимо каких-то других, может быть, объективных причин, в общем, заслуга и наша. То, что мы проводим постоянную профилактическую работу, стараемся доносить до граждан все эти требования. Плюс, в общем-то, наша инспекторская работа, обеспечение неотвратимости наложенных всех этих наказаний, взыскание штрафов. А вот Вы упомянули о профилактике. Скажите, каким образом она сегодня проводится Вашими сотрудниками? Во многом и в этом году мы направлены, прежде всего, на то, чтобы предупредить нарушение, чтобы не был нанесен вред природным ресурсам. Мы не стремимся сразу схватить, привлечь человека к ответственности, наказать, особенно если он не занимается откровенным браконьерством. Не ловит рыбу сетями, не ходит в угодьях с какими-то запрещенными орудиями. Если это гражданин, просто где-то мы видим, что он отклоняется от действующих норм правил, то мы вначале проводим, конечно, профилактическую работу. Доводим до граждан, что вот, смотрите, Вы можете что-то нарушить своими действиями, обратите внимание, не делайте этого. Ну, предупреждаем. Михаил Петрович, вот как Вы считаете, сегодня на какие моменты особенно следует обратить внимание население? Каждый человек должен, я считаю, подумать, что он оставит своим детям после себя, потому что, ну, только вот этими инспекторскими мерами, карательными, ну, невозможно этого добиться. Скажем, по статистике, наверное, только одна десятая часть совершаемых нарушений выявляется на самом деле, остальные остаются скрытые в тени. Сейчас начинается у нас период летних отпусков, потеплело. Естественно, люди поедут на природу, на водоемы. Должны понимать, что у нас стоянка автомобилей разрешена в пределах не менее 30 метров от уреза воды. Естественно, никакого мусора не должно быть вокруг этой машины. Мойка машины вообще недопустима в прибрежной полосе. Михаил Петрович, а вот в этот период года, скажите, какие действуют запреты для рыболовов и охотников? Сейчас у нас и до 20 июня действует запрет на лов сома. Значит, в этот период сома ловить нельзя никакими способами. Если вдруг он попался, его надо отпустить в живом, неповрежденном виде. Ответственность очень большая. Одна особь сома, пойманная в период запрета, только вред за нее обойдется в 12 базовых величин. Сумма очень большая. К сожалению, не все соблюдают эти правила, которые сейчас действуют. Скажите, как на сегодня обстоит ситуация с браконьерством? Ну, так, если говорить вообще в среднем за год, где-то порядка 2000 нарушений разнообразных природоохранного законодательства наши инспекции за год выявляют. То есть количество изъятых сетей измеряется десятками километров, до сотни и больше в иные годы изымается огнестрельного оружия. Ну, рыба, мясо счет идет на тонны, там даже на десятки тонн. Пока есть, вот мы видим, что есть небольшое, по крайней мере, снижение. Мы продолжаем планомерно работать. Работаем на предупреждение, прежде всего, причинение вреда, на профилактику, на то, чтобы предотвратить нанесение этого вреда. И, ну, не дать людям, как бы, совершить вот этот вот шаг, который может привести их и в дальнейшем, и к уголовной какой-то ответственности. Михаил Петрович, огромное вам спасибо, что вы нашли для нас время, ответили на наши вопросы. Конечно же, со своей стороны хочу поздравить вас с вашим, так сказать, профессиональным праздником. Пожелать вам успеха во всех ваших начинаниях, ну и, конечно же, поменьше нарушителей. Спасибо. Я также пользуюсь этим моментом. Хочу поздравить всех своих коллег, всех наших коллег, которые также занимаются охраной природы. Это работников и Министерства природных ресурсов, охраны окружающей среды. А также других организаций, которые имеют то или иное отношение. Может быть, они не считают это своим профессиональным праздником. Но, как мне кажется, и их вклад в охрану природы тоже имеет место быть. Это, в общем-то, и органы внутренних дел. Это где-то и общество охотников и рыболовов. Всех с праздником, друзья! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!